На канал Экзагет поступил вопрос, к чему происходит попущение Божие. Если мы говорим о попущении Божие, то мы говорим о чем-то трудном, о чем-то скорном, о том, чего нам бы не хотелось понести, но тем не менее, как данность, приходится это принимать. Святыцы говорят, что есть два варианта, почему Господь попускает нам что-либо. Один вариант – это вариант, чтобы нас чему-то научить, чтобы мы стали более совершенными, чтобы мы стали более утонченными в исполнении той или иной заповеди. Например, Господь попускает человеку некую скорбь, и человек, неся эту скорбь, сопротивляясь своим немощем, он становится более совершенный в терпении, в смирении. Господь попускает, например, трудного человека рядом. Человек терпит, и так или иначе учится не осуждать, и тоже в этом возрастает. И многие другие примеры, когда что-то трудное, что-то скорбное, что-то нелегкое, помогает нам стать более совершенными. А бывает другого плана попущения, когда Господь хочет нас остановить. Ну, как мы говорим, наказание Божие. Но даже в самом слове наказания, слово указание, урок, указ, Господь останавливает нас, попуская, например, тяжелую болезнь, чтобы человек больше не грешил. Сказано, что если человек болеет, если тело не существует, то такой человек не способен грешить уже. Или да, Господь останавливает человека от какого-то греха, почтимой заповеди, например. Дает ему, например, скорбь, поскорбеть, оставляет его одного. Человек переживает чувство одиночества и тоже останавливается, и перестет грешить. То есть, иными словами, все действия Божие, которые направлены в наши жизни, в наше спасение, они бывают настолько полезными, что являются для нас необходимыми уроками. Мы должны их принять, не отвергать. Мы должны всегда духовно размышлять в трудных ситуациях, в каких-то скорбных напастях, в каких-то неожиданных событиях, которые с нами совершаются. Мы должны думать духовно. Если будем думать духовно, то мы везде будем находить попущение Божие, вразумление Божие, уроки Божие. И тогда мы будем не унывать, не отчаиваться, не раздражаться, не роптать, а все с благодарностью принимать и жить по-христиански. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.